Решил почистить внешне свой бук, соответственно, чистил клавиатуру, нажимая все кнопки подряд, и наткнул у меня на мысль одна вещь. Заранее скажу, этот ноут, этим ноутом пользовался не только я, я не первый владелец, плюс я еще на время его давал. И в итоге, вот смотрите, хочу вас предостеречь, если вы собираетесь покупать бэушный ноутбук, если вы занимаетесь частным ремонтом и обслуживанием ноутбуков, касаемо клавиатуры, хочу вам что сказать. Вот послушайте, как работают нормальные кнопки. Рандомно просто, вот любые кнопки. Обращаем внимание, длинные кнопки, они вот так вот звучат, потому что там железные планочки, которые удерживают ее в равновесии, чтобы она не перегибалась. Это вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот и подобные кнопки. Не везде слышно, но все-таки. И смотрите, что. Вот есть блок клавиатуры, вот этот вот. Нажимаем кнопку. Был легенький хруст, и она туговато жмется. Соседняя норм. И нажимаем вот эту кнопку. Сначала нет, давайте. Вот эту вот. Они одинаковые. Они с железочкой, они одинаковые. Нажимаем эту. Нормально. Нажимаем вот эту. Слышите разницу? Если вы слышите вот такой вот хрустящий звук на некоторых кнопках, может одна, может три, может половина клавиатуры. Такой хрустящий звук могу с 70% вероятностью утверждать, что здесь было залитие. И клавиатура даже может работать, если вовремя отключили, если залито не кока-колой или какао, или чем-нибудь едким. Но вот такой вот фигня она может быть. Как ее избавиться? Только разбирать клавишу и полностью вымывать ее механизм. Либо спиртом, либо водой в малых количествах. Плюс саму вот эту вот клавишу можно помыть даже. Но вот такие вот звуки. Это залитие. Это вам такое вот предупреждение, если вы хотите купить бэушный ноутбук, но не знаете, как проверить клавиатуру. Даже не включая, вот нажимаете кнопки, если все ок, ничего не липнет, ничего не заклинивает, нету вот таких хрустов, значит, скорее всего, все ок. Если ее не вымыли, конечно, сфере, как я это иногда делаю, она хрустеть даже перестает потом. Вот так вот бывает. При этом клавиатура полностью работает, кстати. Эту кнопку я не пользуюсь, ее даже открывать не буду, мне все равно. Хрустит чуть-чуть, и ладно. Вот понажимал, она даже чуть-чуть перестала. Это туговато, она тихо работает, это перестало. Нет, шуршит все равно. Все. Такое вот коротенькое видео. Берегите свои клавиатуры в ноутбуках. Это не USB клава, они стоят не 150 рублей. Продолжение следует... Продолжение следует...